Нам уклониться, Господи, не вправо и не влево от истинного понимания слов Твоих, от святоотеческого понимания. Даруй нам, Господи, быть не только слушателями, но и исполнителями слов Твоих вечных и святых. Господи, мы всецело отдаем себя в Твою святую волю, Боже. Помоги нам жить по Твоим святым заповедям, исполнять все, что Ты нам заповедал, Господи. Быть Твоими истинными благовестниками и огненными проповедниками слова Твоего. Говори через нас, Господи. Милосердно, мы благодарим Тебя за этот вечер, Господи. За это мирное время, что Ты даровал нам, Господи. Собрал нас у ног Твоих. Все открыл, Господи, для нас. Для нашего спасения все сделал так дивно и чудно. Тебе хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мир вам. Муж и братья, сегодня у нас с вами 13 января 2023 год от Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Мы проходим с вами Слово Божие, Новый Завет, второе послание апостола Павла к Оримфинам. Остановились мы вчера с вами на 11 главе, 11 стихе. Продолжим. Почему же так поступаю, говорит апостол Павел, потому ли, что не люблю вас? Богу известно, но как поступаю, так и буду поступать. Толкование блаженного феофилакта болгарского. Намереваясь объяснить причину, по которой он не брал от них, а именно по причине появления лжеапостолов, он этим подрывает подозрения коримфян. Ты не берешь, как кажется, но по ненависти к нам. Поэтому и говорит, я более люблю вас и не хочу оскорблять вас, потому что вы легко соблазняетесь. Но он не говорит так ясно, чтобы не посвятить их слабости, а обращает свою речь к другой причине. То есть мы разбираем уже. Не первое занятие, почему апостол Павел еще с первого послания, он говорит, что питался от своих трудов, то есть и ничего у них не просил. И даже вот на прошлом занятии мы разбирали, что македоняне, то есть очень большое, оказывали поддержку большую апостолу Павлу, но только чтобы не брать от них ничего. Почему так происходит? Ну, потому что они этим самым соблазнялись. И чтобы не повредить им же, так как вокруг было очень много лжеапостолов, и мы с вами разобрали, кто это были такие, почему они это делали, то есть кто они были такие, эти лжеапостолы. То есть это, как выяснилось вчера, что это были не иудеи, это были именно из язычников, а именно красноречивые, те, кто приводили людей к себе, не ко Христу, будучи даже проповедовали что-то, но добавляя свои какие-то витиеватые басни, для того, чтобы питаться от них. И, конечно же, клеветали на апостолов, вот непосредственно на апостола Павла. Наполнение, может, у кого-то брать, есть. Я хотел сказать, ну, может быть, кто-то не знает, понятно, что большинство-то знает, уточнить, чтобы все понятно было, македоняне – это фестолоника, фестолоникицы. А коринфяне, они принадлежали к области Ахайя, чтобы понятно было, а то путаницы бывают в головах. Да, все встает на свои места. Все. Да. Еще раз. 12 стих. Чтобы не дать повода, ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Здесь совершенно ясно, высказывает причина, по которой он не брал, поскольку дьявол знал, что люди века сего преимущественно любят тех учителей, которые ничего не берут, кто учил лжиапостолов, и это истолковать по-своему. Видите, как? У нас, значит, люди века сего, то есть любят тех учителей, которые не берут ничего, и вроде как к ним тянутся. Но мы с вами знаем, что такие были не все, а многие тянулись, чтобы, как говорится, льстили слуху их, лжиапостолов, и к ним тянулись. Ибо они не поступали в том случае справедливые, хотя и были богаты, но уча не брать брали. То есть, видите, он показывает здесь пример именно этим апостолу Павел, так как отличался именно от этих лжиапостолов, которые говорили, но не поступали по своим словам. Итак, апостол, понимая это, положил себе за правило не брать у них ничего, даже и тогда, когда нуждался в чем-либо, чтобы отразить нападение их и не дать место для порицания себя. Хотя это не могло быть предметом порицания, потому что, согласно с законом Христовым, поскольку коринфяне по слабости все-таки соблазнялись, то он и предохранил себя от этого. И, наконец, лжиапостолы, будучи ниже истинных апостолов, во всем другом, и в этом не имели никакого преимущества. Можно сказать, что они уступали бы им. И в том случае, если бы не брали так, как они были богаты, а Павел не брал, терпя нужду, и что они несправедливо поступали, а лицемерили, апостол же поступал справедливо. То есть, не имея нужды, говорит, они иногда и не брали даже, так как они были богаты. Им не нужно было этого, а Павел по нужде своей не брал, для того, чтобы их не соблазнить, именно Каримфскую церковь. Хотя по закону, по закону он мог и брать, ничего тут не было грешного. Как в другом месте сказано, что апостол Павел приводит, говорит, не заграждай рта у Вала Молотящего, и говорит, о Валахле печется Бог. Конечно же, понятно, что и о Валах, но прежде всего он о людях, но тем более об апостолах печется, о проповедниках, но вот тем не менее, он даже по закону, он бы не смог кого-то, ну, как сказать, он не был бы поводом для соблазна, но тем не менее, он еще круче закручивает гайки, чтобы какой-нибудь самый немощной вдруг не уклонился в эту ере, за этими лжиапостолами за него подвязаются. Ибо трудящий достоин пропитания, как говорит Господь, то есть, и вот, отталкиваясь от этих слов, конечно же, апостол Павел идет еще дальше, то есть, видите, как, «Ибо таковые лжиапостолы», говорит апостол Павел в 13 стихе, «лукавые деятели принимают вид апостолов Христовых». Толкование. «Что ты говоришь, проповедующие Христа, не вводящие иного Евангелия, как сказал выше, теперь стали лжиапостолами?» «Да», говорит, «поэтому самому, ибо лицемерие в этом они вносят тайно нечестивые догматы, лукавые же деятели, так как они только кажутся созидающими, а на самом деле исторгают то, что было насаждено, и имя только, то есть, имея только наружность апостолов, суть поистине волки в овечьей шкуре». Видите, как? Брат, а как ты два раза повторил одно и то же? У тебя такое издание, что ли? Лукавые, а дальше какое слово? Лукавые же делатели. А ты деятели, сказал два раза, я думаю, может, что-то я... Делатели? Нет, надо просто поправлять время от времени, бывает иногда. Ага, ну ладно. Деятель, это политический деятель бывает, может человек спутать, а тут делатель, тот, который делает что-то, не то совершенно. Ну, оговорился, бывает. Я думал, что у тебя по-другому напечатано просто. Нет, делатели, делатели, лукавые же делатели. То есть, почему, видите, как здесь если, говорит, да будет анафема, говорит апостол, почему? То есть, если, говорит, будет проповедано вам, кто-то будет благовествовать, не то, что мы вам благовествовали, а именно, здесь, видите, как блаженный феофилакт говорит, то есть, не вводящие новую Евангелие. Ну, они, может, не иное вводили, но, то есть, они что-то новое такое вводят, но потихоньку свои какие-то мысли туда добавляют, и это все, это все искажают, конечно же, догматы, догматы слов божьих. И особенно ничего, конечно же, уже они не созиждут, а разрушают, как он говорит, то, что было насаждено, то, что уже апостолы проповедовали, благовествовали, люди, уверовали через эту проповедь, и они наоборот начинают разрушать все, вводя какие-то новшества свои, вроде как бы сразу незаметные. Главное, как коварно они поступают, да, это я маленько опять к прошлому разговору возвращаюсь, они были богатые, и поскольку сильной нужды не имели, они иногда не брали у них ничего, то есть, когда они предлагали, они не брали, а для чего, чтобы иметь потом повод и подыскаться под апостола Павла, что если он возьмет, сразу сказать, смотрите, он ради денег с вами возится, а мы деньги с вас не берем, то есть, видите, как хитрый, поэтому апостол Павел это разгадал, эту хитрическую коварь своих, и поэтому принципиально у них не брал, и объяснил, почему не брал, не то, что он надмивался, гнушался ими, нет, говорит, смотрите, я вообще не гнушаюсь, я вот у все солоникистов, например, брал, а здесь я не брал, поэтому, чтобы не давать повода, и говорит, ищущим повода. Да, благодарю, брат, хорошо сказал, понятно стало. Аллилуйя. Вот еще Златоуст дает короткое, но очень полезное нам на сегодня толкование, как, впрочем, и все, что пишет Златоуст, оно все про нас и все для нас. Лукавые делатели, они трудятся, но исторгают насажденное. Что такое исторгают? Исторгают, это значит, то, что ты уже принял как истину, а они начинают выдергивать, говорят, нет, нет, это не истина, у нас истина. Дальше. То есть, они трудятся на зло. Дальше он пишет так. Но так как они знают, что иначе не нашли бы себе доступа, то принявшие на себя личину истины, скрывают под нее дело обольщения. И денег, говорит апостол, не берут для того, чтобы получить больше, чтобы погубить душу. Вернее же, и это ложь. Они и брали деньги, но только тайна, что и показывает апостол далее. Он и выше сделал уже намек на это, сказав, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Но впоследствии яснее указал на это, сказав, вы терпите, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится. двадцатый стих. Теперь же обличает их в другом, говоря, принимают вид. У них только личина. Их покрывает овчая кожа. Гамилия 24, на второй послании Коринфянам. Интересно, сегодня я смотрел разбор старообрядческого священника, который, удивительное просто дело, семь лет назад видео загружено, разбирает Германа Стерликова выступления, где тот объясняет, как вся церковь православная впала в ересь, приняв общение с еретиками. Ну, а этот священник, он прям приводит факты конкретные, приводит совершенно противоречащие тому, что Герман говорит документально подтвержденные свидетельства того, что он везде неправ, где он начинает лгать. Просто невероятно. Я первый раз такое видео увидел от старообреческого священника, я так рад. Как раз вот это и есть лукавый делатель. Он вылез, он берет часть истины. Было еретическое уклонение в определенные годы у греков, было. Они от этого, в этом покаялись потом, да, через, там, где-то 40 лет или что-то такое они покаялись. Это задокументировано, да. Он говорит о том, что они покаялись? Нет. Он наоборот говорит, не покаялись и нигде нету того, что покаялись, а то, что еретическое уклонение было, везде есть. То есть он берет личину истины, как будто бы часть истины берет и начинает под этим насаждать свое, что церковь только вот я знаю где, а все, что вы ходите, это все кукольные домики, спектакль, еретики, которые к церкви не имеют отношения. Все еретики, кстати говоря, этот священник правильно сказал, они ровно так и появляются. Они говорят, до меня все понимали неправильно, а я вам сейчас расскажу, как на самом деле. И они берут часть истины и начинают туда подмешивать яд. И в итоге тебя полностью, как вот здесь толкователи пишут, они полностью насажденные у тебя выдернуть задачи и насадить свое. вот такое на сегодня просто, чтобы ясно представляли, что происходит. И это и в проповедях, к сожалению, мы слышим часто. Я думаю, он даже не по лукавству это делает, а просто ревность не по разуму у Стерлигова, мне кажется. Потому что он так-то вроде бы искренний, он готов там, ну, ну, что мне вам рассказывать, вы видели все его, многие его эти ролики. Он разрушитель, брат. Вот да, он разрушитель, и лучше не скажешь. Но не лукавый, а просто ревность не по разуму. Ну, невежество, одним словом. Ну, видите, он сам не понимает, что на самом деле он лукавый. И каких-то людей он утаскивает от истины Христовой. То есть, говоря вот... Нет, в этом, брат, никто не спорит, никто не спорит, но вот лукавые были как раз вот те учителя, о которых ты сейчас вот читаешь. Они, да, они лукавые. А этот, он просто, ну, разрушитель. Но чтобы такой хитрил, копал против Христа, против апостолов, такого, мне кажется, нет у него. брат, кто копает под церковь в Христову, уже лжец. Там, братья, еще такой вопрос, вот как раз говорят, есть ли благодать у еретиков. И вот этот пример показывает, что церкви уже некуда деваться, чтобы признать, что есть. Почему? Потому что вот когда вся греческая церковь, вот эта, константинопольская, впала в ересь, в унию, да, с католиками, и они вот покаялись только через 40 лет. И там вопрос такой стоял, даже потом собрали собор специальный, а что делать с теми епископами, с теми священниками, которые были руковоположенными еретиками, да, что делать с теми, которого крестили эти еретики. Представляете, 40 лет прошло. И в итоге там приняли решение, что принимать еретиков в сущем сане. А если, вот как сейчас учат некоторые, что ни у католиков никакой благодати нету, то тогда получается, что и греческой церкви это нету давно. Что там, ну, если еретики 40 лет рукополагали друг другу, там, перерукополагались, то что там, какая может быть церковь, какая благодать, понимаете? Поэтому это в первую очередь против греков говорит вот эта теория. Это привет Александру передаем из Москвы. Да, да, да. Вот я тут с языка снял, брат, тоже хотел сказать. Тогда, наверное, вообще нигде церкви нету, если так. Александру из Греции, не из Москвы, из Греции, да? Да, мы из Москвы передаем привет Александру из Греции. Греку. Греку. И вот 14 стих. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. То есть все хорошо, все замечательно, все свет, но этот свет не из тьма, потому что ножки куриные. И блаженный феофилакт и говорит, ибо раз учитель их, сатана, решается на все, то нет ничего удивительного, что и они подражают ему. Ангела света, разумеет, того, который имеет дерзновение, предстоит истинному свету, возвещает, что и Бог свет есть, а в нем он есть свет. дьявол преобразуется в такого ангела, но не бывает таковым, Так и лжи апостолы имеют только вид апостолов, но не самую силу. Научимся же отсюда, что делать, что, что делать, что-нибудь на показ из чьи славия свойственно особенно дьяволу. Игнатий Тихонович здесь подчеркивает эти слова, что делать что-нибудь на показ из чьи славия свойственно особенно дьяволу. И дает здесь короткий комментарий. Господь называет лицемерами молящихся на показ. Это особенно свойственно православным в каждом богослужении с его неимоверной пышностью и театральностью. О проповеди на показ Христос не говорил ни разу. даже более того апостол радуется и неискренней проповеди филиппийцам 1 глава 18 стих. Но что ж до того как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно я и тому радуюсь и буду радоваться. Итак довернется проповедь на свое законное первенствующее место и досядет на Моисеевом седалище где сегодня угнездились молчаливая бездарность и трусливое коростолюбие. я начитываю сейчас по Божьей милости утром проповедь Игнатия Тихоновича вот кто не слышал сегодняшнюю проповедь там откройте послушайте там вот как раз таки и говорится что происходит сейчас и куда все это ведет все вот это молчальничество то есть ни о чем об этом Господь не говорил то есть по-хорошему если мы говорим о анафеме то тогда вообще сейчас можно практически любого священнослужителя или монаха брать и под анафему потому что то что учение происходит это вообще не соответствует словам Христа а кто будет благовествовать вам не то что мы вам благовествовали да будет анафема а у нас проповедуется молчальничество затворничество какую-то свою ересь внесенную в это то есть не проповедуется слов Христа то есть того чистого молока который Господь дает тот истинный хлеб жизни и люди поэтому они не идут этим путем дополнение братья Кирилл Иерусалимский хорошее дает тоже толкование здесь много ходят волков в одежде овец они имеют одежду овец но не имеют их копыт и зубов будучи покрытой кожей кроткого животного и наружностью обольщая простых людей они испускают из своих челюстей гибельный яд нечестия итак нам нужна божественная благодать трезвая мысль и осмотрительные очи чтобы по неведению не съесть вместо пшеницы плевелы и не претерпеть вреда чтобы не попасть на волка приняв его за овцу и не стать пищей злотворного дьявола посчитав его за благого ангела это люди которые не читают библию с толкованием у них совершенно нету никакой надежды даже различить где плевел где пшеница где волк где овца где только под шкурой овцы волк скрывается вообще никакого шанса нету просто наоборот бывает что самый окруженный любовью прихожан священник или какой-то мирянин там который как-то себя проявляет это самый поганый волк может оказаться и до невероятных просто масштабов это может довести падение окружающих ну даже Сергия Романова возьмем он искренне такой тоже вроде бы но он не должен быть даже рукоположен был вот в чем дело то он нарушитель канона и дальше то куда он пошел там анафиматствовать патриарх и так далее куда ты лезешь то это не тебе не почину и вокруг него кто не в курсе просто там у него влияние невероятное просто было он там столько денег собирал мог я не знаю целый город наверное построить учил правильно не знаю честно говоря я не изучал подробно его в проповеди но видно было что влияние огромное у него а если он неправильно учил при этом влиянии я сейчас не говорю что он учил неправильно я не изучал я говорю еще раз но если он при таком влиянии неправильно учил значит ты слушая его погибнешь если ты не сверяешься с Библией опять же И люди слышат, они слышат и не слышат одновременно Единственный тебе шанс это различить волка от овцы И пастыря от наемника Это нужно с чем-то сверять И кроме Библии сверять тебе вообще не с чем Даже святые отцы, они и то ошибались Они канонизированные Но это не значит, что все, что они сказали Это истина в последней инстанции И Господь скажет, да, я буду судить по его слову, а не по своему Нет такого А то люди берут тоже какого-то святого отца Что-то выдернут из контекста, скажут, вот он так сказал Ну а Господь по-другому сказал, что теперь будут делать Никак Только как сказал Господь По-другому, если что-то не сходится, значит человек отвергает слова Христа Отвергает самого Господа Отвергающий меня и не принимающий слов моих, Господь говорит Имеет судью себе слово, которое я говорил Оно будет судить его в последний день То есть как бы ты там ни говорил, что бы ты ни говорил В любом случае факт остается фактом, что догмат есть истина, это слова Христа И по-другому быть никак не может Ты можешь думать там про какого-то канонизированного человека Он всего лишь человек А слова Христа это слова Бога Как Кирилл Иерусалимский говорит, если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне То есть как ты можешь поверить человеку и не поверить Богу Кстати, вот я вспомнил, Владимир Головин-то был священник Сейчас он уже не священник Правильно его извергли-то, совершенно правильно По зависти там, это мы не будем сейчас разбирать Но ему нужно было остановиться Почему? Проповеди хорошие, людей к покаянию призывал Нигде не слышал, я ни разу вот разбирал Прям думаю, сейчас найду, где он тут споткнется Нет, все хорошо говорит Хорошо, по Библии все нормально Но А, молиться Говорит, молиться надо вам Читать Библию, исполнять Все хорошо говорит Но Огромное заблуждение Это платная молитва вот эта по соглашению Молиться хорошо Очень хорошо Рот себе изгоняется постом и молитвую Соборно молиться за брата хорошо Хорошо О чем-то молиться соборно хорошо Хорошо Все он правильно говорит А деньги брать за это Это никак Это уже симония Это фактически он За Бога Берет обязательства, что ты будешь молиться Заплатишь денег, чтобы там с тобой молились И он исполнит Но всегда говорился Ну, раз не исполняет Значит, не время тебе Значит, просто Вот До тебя не дошло Что тебе надо поменять Что не исполняет Но денежки Пожалуйста, в кассу И как бы это Денежки в кассу Так не говорили Конечно, они И где-то я слышал В одном месте всего лишь Что говорит Вы можете и так Мы бесплатно помолимся Естественно Но на самом деле Миллионы просто Собирались денег Ежемесячно И на что Что другие там стоят И вычитывают Именно Вычитывают Стоят И вычитывают Акафисты эти А ты можешь как присоединиться А почему бесплатно От этого Почему у нас в группе В голову никому не придет Брать деньги За то, что мы Семикратно в день Прославляем Господа Почему Так это вообще Никак не совпадает Ты найди в Библии Хоть одно место Где За молитву Деньги брать Это только Симон Волх Подошел Дар Бога За деньги решил Приобрести Вот это Крайне опасно То есть Все у него было хорошо По большому Да счету А вот это нет И у людей Формируется ложное Представление Что ты можешь Товарно-денежное Отношение Ты мне Я тебе С Богом устраивать Я тебе сейчас Си Акафисты закажу Господи И давай Ты мне теперь Делай Все что я хочу Хочу быть владычицей Морской И так далее По списку там Ну получается Если За платные Молитвы Можно Ну запрещать Служение Да и вообще Не звергать Сана То это надо Почти всех Не звергать Тогда В каждом Приходе Это есть Ну там просто Брат деньги Потекли Не в ту сторону Ну понятно Да Здесь момент Что не все Было хорошо Если послушать Его о крещении То крещение И слюнами И слюнями Действует И все такое То есть Ну это Прям слушаешь Я поначалу Когда еще Только Уверовал Через проповедь Игнатия Тихоновича И услышал о том Что крещение Есть погружение И мы с супругой Вот здесь сидели На диване И я ей говорю Она Да ну как И ну начали В интернете смотреть То есть Батюшек И прямо на него Натыкаемся И то есть Огромный соблазн Он дает То есть Людям Говоря Вот эту вот Ересь просто Которая не сходится Со словами Апостолов Со словами Христа Идите и погружайте То есть Погружение Крещение То есть Все На этом все 50 апостольское правило Там Все четко сказано А у него То есть И слюнями И следующий шаг Уже непонятно чем Там крещение То есть Таинство Извратили И соответственно Вот сегодня Сестра только Читала На вечернем правиле На молитвенном Когда Священное Писание Послание Тимофею Что было То есть Игнат Сихонович Говорит в комментарии Что пытаются Поднять мертвеца То есть Такой дом Мажут Грязью Глиной Вот чтобы Старенький Вот этот ветхий Он сыпется Он падает Стена Ее пытаются Мазать И мазать Не получится Должно вам Родиться свыше Говорит Господь Ничего не изменить Ты можешь Хоть миллион Акафистов Прочитать Ничего не изменится Пока ты Не уверуешь В Иисуса Христа Через Слово Потому что Как нам сказано Что вера Отслышание Отслышание От слова Божия Не от Акафистов У нас У меня Тренировался Мужчина Он там Все Подзывал Меня к этим Акафистам Там молиться Что-то у меня Так не лежало Никогда К этому Тем более Когда я Потом узнал Что вообще За это надо Деньги платить Прям у меня Такое Отторжение Какое-то Вот они Все молятся А за что Молятся Вот чтобы С бизнесом Все хорошо Было Мы вот Как помолимся Акафистам У нас Бизнес Начинается Хорошо Но это Как Это Вообще К чему Господь Говорит Что Думайте Прежде О Царстве Небесном И о правде Почему Вы молитесь И не получаете Потому что Не на доброе Просите Вот нам Чтобы бизнес Был Чтобы себе Машину Поменять Чтобы дочка Замуж Вышла И прочее Квартирку Какую-то Ну все О плотском Идем дальше Братья Если нету Дополнения У кого Слово А потому Невеликое Дело Если и Служители Его Принимают Вид Служители Правды Но Конец Их Будет По делам Их Толкование То есть Как служители Евангелия Содержащего Правду Или что Они Окружают Себя Самих Славой Праведных Мужей Но Не избегнут Совершенно Ибо По делам Их Будет Конец Их То есть Дурной Так что От дел Их Мы узнаем Их Ибо Конец Их Будет Соответственным Их Делах И их Делам То есть Какой Конец Но Мы Все Прекрасно Знаем Кто Нарушит Соблазнит И нарушит Нарушит И соблазнит Одну из малых Заповедей Сих Тот Малейшим Наречется Нарушают Они здесь Не просто Нарушают Они еще И соблазняют Других Если Здесь Непосредственно Идет Речь О Верующих Людях Которые Уверовали Через проповедь Апостола Павла Они Сбивают С этого Истинного Пути То есть Вырывают Насажденное Апостолами Лжеапостолы Конечно же Какой их Конец Будет Конец Их Будет Печальный Дурной Как здесь Говорит Блаженный Феофилакт Дополнение Братья Можно я Конечно Говорите Есть Такое Изречение Ослепленный Светом Не тьмой Ослепленный Светом Вот человек Который Начинает Заниматься Вот этими Вещами Помощь В общей Молитве И Получать Деньги Как бы На Благое Дело Прикрываясь Словом Божьим И Именем Господа Я вот Хочу Зачитать Послание Иакова 4.4 Прелюбодей И Прелюбодейцы Не знаете ли Что дружба С миром Есть вражда Против Бога И так Кто хочет Быть другом Миру Тот Становится Врагом Богу Они Ослепленные Чем-то Получение Какой-то Выгоды И интереса И пускать Даже В какие-то Намерения Влади Или Или Себе В карман Опускать Прикрываясь Богом Становятся Врагом Богом И Это Если Они Не Понимают Это Одна Сторона Они Могут Покаяться А Если Понимают И Делают То Это Страшно Очень И Даже Перейти За Черту Из Которой Нет Возврата Как бы Да Еще Братья 16 стих Еще Скажу Не Почти Кто-нибудь Меня Неразумным А если Не так То Примите Меня Хотя Как Неразумного Чтобы Мне Нисколько Нибудь Чтобы Мне Сколько Нибудь Похвалиться Здесь Похвальба Апостола Павла Следующая Начинается А в чем Похвальба И вот Нам Как раз Положенный Феофилак Сейчас И поясняет И говорит Ибо Хотя Он Употреблял Уже Оговорки Но все Таки Говорит Я Недовольствуюсь Тем Что сказано Но Снова Говорю Не Почти Кто-нибудь Меня Неразумным Ибо Просто Хвалиться Свойственно Неразумию Я же Делаю Это Не Как Неразумный Но По Необходимости Однако Однако Если Если бы Вы Не Соглашались Со мной Не Считали Меня Совершенно Неразумным Хотя Бы Я Хвалился И По Необходимости Я Не Избегаю Этого И так Примите Меня Как Безумного Чтобы И Мне То есть Как Они Похвалиться То есть Сколько Нибудь Это На Слова Брата Александра Как раз Таки Он Пояснял Что Они Похвалялись Тем Что Не Брали В Определенный Момент Денег Скажем Так За проповеди За то Что Они Вот Возились С Верующими Людьми Особенно Видимо Кто Еще Был Не Сильно Утвержден В Вере И Подыскивались Под апостола Павла Тем Самым Апостол Павел И говорит Чтобы Мне Похвалиться То есть Как И Они Сколько Нибудь И Вот Идем Дальше 17 Стих Что Скажу То Скажу Я Бодобавил Очень Кратко Хотя Почему Он Вообще Это Делает Казалось Скажи И все Зачем Ты Но Он Правильно Делает Он Объясняет Что Это Нетипичная На самом Деле Такая Ситуация И Я Это Делаю Для того Чтобы Вы Увидели Где Истина А где Ложь Потому Что На Контрасте С тем Как Я Поступаю Вы Сразу Увидите В чем Их Неправда И Есть Такой Ролик Прочистка Печи У Василия Кто Не Смотрел Посмотрите Дачный Поселок Бельмесева Там Игнать Тихонович Лапкин Приезжает К Василию Черепанову Чистить Печку И Там Очень Интересно Там Вот Ровно То Что О чем Мы Сейчас Здесь Читаем Василий Ему Игнать Тихонович Говорит Ты Почему Яблони У тебя Яблоки Висят В октябре Что Такое Почему Ты Не Собрал Уже Холодно А Я Прям С Дерево Ем Ты В раю Что Что Делаешь У них Там Хранилищ Не Было А Я Прям С Ем Да Я Вообще Не Приучен Это Собирать Да Так Я Вообще Жить Здесь Не Собирался В этом Доме Поэтому Ничего Не Посадил Ни Огород Ничего Не Собираю Так Не Собирался Жить Ага Ну Ты А Он Говорит Вообще У апостолов Сказано Говорит Что Библия Сказано Иди Породай Имение Иди Ходи Там Побирайся Он Говорит Ничего Ты Где Считал Такого Нет Побирайся Ходи Имение Говорит Это Какой-то Загородный Дом Там Что Не Сказано Ты Дом Свой Продай Ну Ладно Говорит Хорошо Ты Так Рассуждаешь Ты Так Добродетельный Что Дом Свой Продать Собирался И Все Раздать И Ходить Побираться Даже Предположим Ты Так Рассуждаешь Но Ты Почему Ни Одного Яблочка Не Принес Детям У Тебя Здесь Полное Яблоня А Действительно Там Показывают Ну Яблоня Там Приличный Яблок Не Знаю Штук 50 Может Висит Прямо Так В Обозримом Почему Ни Одно Не Принес Ты Если Ты Готов Все Раздать Я Сам Я Подножным Кормом Питаюсь Конкретно То Он Говорит Что Раздай Все И Ходи Там Побирайся А то Он Одно Яблоко Даже Не Принес Детям На Стол Представьте И Сразу На Этом Контрасте Видно Игнать Тихонов Говорит Смотри Мы Приезжаем Там Столы Завалены У всех Это Привозим Это Привозим Там Калину Там Закатывают Еще Что Раздаем Ты Почему Нам Не Подражаешь Ты Рядом С Нами Живешь И Ты Даже Хотел Все Раздать Как будто Как ты Говоришь А Даже Малым Не Подражаешь И Сразу На Этом Контрасте Видно Что Человек Совершенно Он Просто Дурака Валяет Когда Так Говорит И Именно Этим Пользуется Апостол Здесь Он То же Самое Он Показывает Как Надо И Как Они Поступают Кстати Нам Много Соблазняются Вот Мне Один Тут Тоже Говорил О Да Ты Какой Там Голышом Ничего Не Имею Вот Тогда Ты Будешь Верующий А Так Конечно У Тебя Машина Там Квартира Есть Там Все Вот Так Конечно Так Можно Говорить О Христе Когда У Тебя Все Есть А Ты Попробуй Говори Когда У Тебя Ничего Не Будет Все Раздай Вот Нищем Ну То есть Неправильное Понимание Того Что Нигде В Библии Об Этим Не Сказано Что Ты Должен Все Раздать Идти Вот На Кому Он Сказал Так Который Пришел Богатый Сын Наследник Он Сказал Продай Все И Следуй За Мною Потому Что Он Был Любостяжателен То 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 А Многие На Это Соблазняются Можно Мне Сказать Конечно Сестра Говори Знаете Меня Этот Стих Коснулся Как То Мы По Утру Так Ж Читали Утренняя Молитва Всегда Тихо Ничего Не Было И Вот Этот Стих Мне Коснулся Так Я Прям Начала Сама Разбирать Начала Сама Читать У меня Прям Павел Нарисовался Передо Мною Он Меня Прям Покорил Это Было Такое Открытие Для Меня Так Волнительно Было Для Меня Он Прям Покорил Меня Я С того Времени Вот Хочу Всем Сказать Из личного Опыта Читайте Сами Писания Открывайте Прям Читайте Записывайте Берите Прям Тетрадку Ручку И Пишите Это Незабываемое Вообще Чувствование Когда Господь Говорит И Показывает Это Все А что Именно Было Открыто Ну так Вот Что Ярко Выражено Для Тебя Именно Я Павла Увидела Я Павла Увидела Какой он Он Чем Он Покорил Скажи Ну вот Читайте Я стих Нет Чем Покорил Вот он Он Явился Молчит Стоит Чем Покорил Еще Скажу Не почти Кто-нибудь Меня Неразумным Вот А если Не так Вы Примите Меня Хотя Как Неразумного Чтобы И мне Сколько Нибудь Похвалиться Я Прям Вот я Поняла Как Вот он Это Говорит Для чего Это Он Говорит Он Говорит Я Я Неразуменным Говорит Потому что Я говорю Вам Сейчас Это Я сейчас Говорить Это Вам Буду Это Неразумно Вообще Для Меня Но я Буду Говорить Это Чтобы Спасти Вас Чтобы Вы Не пошли Вот По Еретическим Вот этим Лжеапостолам Под влияние Лжеапостолов Не попали Я буду Этого Делать Это Будет Безумие Но я Буду Это Делать Понимаете Николай Ты Про себя Говоришь Или Про Павла Ой Я Все Я Отхожу Нет Ну Ты Скажи Ты Рассказал Ты Скажи Про Павла Про Павла Брат Она Сейчас Процитировала Слова Павла И Как Это Как Толкование Ну Это Ты 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 Из-за Нее Уже Говоришь Как Адвокат Она Молчит Явился И Стоит Вот И скажи Чем Поразил То ли Словами То ли Еще Чем Чем И Молчок Это Что Самоотвержением Он Готов Был На Все Лишь Показать Им Вот Свою Любовь Как Он Относится К Коринфянам И Как Тебе Это Что Он Показал Ну Ты Сказала Он Явился И Он Поразил Любовь Показал Николай Любовь Ну Чем Показал Что Он Говорил Тебе Полчаса Час Два Три Вот Этими Словами Почитай Еще Раз Это Место Писания Вот Этими Словами Он Меня Покорил Я Так Прочитай Ты Теперь Сейчас Эти Слова Прочти Николай Ты Не Понял Что Она Говорит Он Предстал Передо Мной То есть Как Она Представила Как Это Было А не То Что Он Перед Ней Явился Вот В чем Дело Ты Просто Не Понял Что Она Сказала Я Не Понял Другие Поняли Так Надо Уточнять Говорить Спаси Христос Еще Братья Что Скажу То Скажу Не В Господе Но Как Бы В Неразумии При Такой Отважности На Похвалу Толкование Что Говорю Говорит То Не Есть Господи То Есть Эти Слова Цель Этих Слов Совершенно В Господе А Не Сказал В Безумии Но Как Бы В Неразумии И Бо Казаться А Не Быть На Самом Деле В Безумии Моя Похвала А Чтобы Ты Не Подумал Что Он Везде Говорит Как Безумный И Не В Господе Он Говорит Что Скажу А Не Другие Мои Слова Понятно Братья У кого-то Вопросы Есть Но Вот У Него Кстати Говоря Слова Помните Когда Он Говорит Что Я Предпочту Быть Отлученным От Господа Только Чтобы Братья Мои Уверовали Как Там Я Точно Не Помню Это Тоже Фактически Такие Слова Которые Вместить Крайне Сложно Человек Без Понимания Того Ради Чего Он Это Делает Ну И Что Он На самом Деле Думает В Этот Момент Вот Как Раз Дальше Будет Открываться Как Многие Хвалятся По Плоти То Я Буду Хвалиться Толкование То Есть Внешними Достоинствами Благородным Происхождением Тем Что Они Обрезаны И Предки Их Евреи Ибо Это То Что Они Называют Похвалой Не в господи Либо Что Польза Быть Евреем Итак Я Не Считаю Это За Добродетель Но Поскольку Они Говорят Говорит Хвалиться Этим То Я Вынужден Прибегнуть К Тому То 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 К Этому Сравнению Апостол Павел Был Еврей Ну Конечно Он Фарисей Из Фарисеев То 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 Ревностный В Законе Как он Сам Говорит Один Из Самых Самых Самые Самые Ревностные Среди Своих Сверстников Еврей То Положенный Феофилакт Говорит А что Польза Быть Евреем Им 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 То Что Они Себя Превозносят Так И Он Не Считает Это За Добродетель Но Он Вынужден Это Говорить Чтобы Сравнить Себя С Ними Чтобы Сравнить Дать Сравнить Именно Ученикам Своим А что Что Польза Быть Христианином То же самое Можно Спросить Или Что Польза Быть Патриотом За Любым То Что Ты Называешься Вот Кем Ты Сказал Говорят Назвался Груздем Все Полезай Бочку Давай Груздь Гриб Такой Значит Например Ты говоришь Я Патриот Вот Сейчас Времена Настали Все Патриот Давай Иди Вперед Возди Там Свою Душу Много Таких Патриотов Там Некоторые Пошли Пошли И кладут И свою И чужие Души Так Ты верующий Сейчас Настанут Времена Скажут Так Верующие Вас Вам не будем Продавать ничего Пока не отречетесь От Христа Много Останется Тех Которые Не отрекутся И Выстают Мало Мало Останется То есть Одно Дело Называться Иудеем А другое Дело Быть То есть За этим Должно Что-то Следовать Назвался Ты еще Кем-то И скажут А так ты Спецподразделение Какое-то Там Сейчас Такие Времена Твои Навыки Нужны Давай Ты там Хорошо Самолетом Управляешь Предположим А ты Садишься Ты не знаешь Где штурвал Где приборы Где что Ты не знаешь Как взлететь Тебе Подожди Так ты Сказал Что Ты Христианин Давай Ты Сказал Теперь Давай Действуй Ты Сказал Что Ты Иудей Точно Так же Раньше Было Сказал Что Иудей Я сам Нарушил Предположим Что-то Камнями Тебя Побить Сразу Ты Иудей Другое Дело Там Язычник Нарушил Какой С него Спрос С него Спрос Никакого Вспомните Например С наложницей Один Левит Ехал Заехал В город И У старика Переночевал А Перед тем Как он Заснул Там Пришли Эти Горожане Говорят Ну-ка Дай нам Его сюда Мы его Хотим Познать Ну Видать Его То ли Побить То ли Убить Хотели Он Говорит Я не дам Как это Мой гость Наложницу Отдали Им Они Там Насиловали До утра Она Пришла И потом Померла Там Померла Он Выходит Смотрит Мертвая Да как Это так Одно из колен Израильских Такое Натворило Расчленил Ее И отправил Всем Там Совещание Собрали Эти Иудеи Говорят Это Что такое Делается Ну-ка Всех Вырезать Там И послали Целое Колено Представьте Вырезали Почему Ну так Они же Назвались Что они Верующие А ведут Себя Как То есть Вот эти Слова На наше Время Переносите Пожалуйста Это не Просто Так Было Сказать Что я Там Иудей Или я Там Кто-то За это Сразу Следовало Определенные Вещи Вплоть до Смерти Серьезно Очень Вещи Следовали Ибо Вы Люди Разумные Охотно Терпите Неразумных Говорит Апостол Павел В 19 Стихе Толкование Вы Говорит Принуждаете Меня Сказать Это Ибо Если Бы И Вы Не Приняли Их И Я Не Увидел Бы Из Всего Что Вы Впали В Заблуждение То Не Дошел Бы До Этого Безумными Называет Тех Которые Хвалятся Плотским Ибо Если Хвалиться Духовным Есть Признак Неразумия То Тем Более Хвалиться Несуществующим Слова Люди Разумные Кажутся Лесными Однако Они Заключают Высшую Степень Порицания Потому Что Обладая Знанием Говорит Он Вы Погрешаете Ибо Если Бы Вы Были Неразумными То Не Были Достойны С То есть Это Вот О чем Сейчас Брат Николай Говорил Господь Приходит И Они Называют Себя Мы Семя Авраамова Помогает Им Это Они Они От Этого Становятся Ревностными Исполнителями Закона Ну Нет Конечно Везде Господь Им Говорит Везде Где Только Они Называют Что Предание Старцев Что Мы Там Соблюдаем Тут Господь Им Говорит Так Вы Закон Не Соблюдаете Какие Предания Старцев Что Дает Вам Это То Что Вы Называете Семенем Авраама То есть Ничего Ничего Не дает Без Подтверждения А почему Здесь Плотское Названо Что Несуществующим Ну Только Не Ты Отвечай Еще Кто Нибудь Здесь Ты Сейчас Читал Можешь Еще Раз Прочесть Вот Это Предложение Почему Назван Несуществующим Плотское Слова Люди Разумны Кажутся Лесными Однако Они Заключают Высшую Степень Порицания Потому Что Обладая Знанием Говорит Он Погрешаете Ибо Если Вы Были Неразумными То Были Достойными Снисхождения Это Вот Высшие Которые Безумными Называют Тех Которые Хвалятся Плотским Кто Как Думает Братья Там Дальше Несуществующие Плотское Как Это Несуществующие Он Говорит У меня Просто Текста Нет Глазами Я На Слух Говорю Ибо Если Хвалятся Духовным То Есть Признак Неразумия То Тем Более Хвалится Несуществующим То Плотским Плотское Как Несуществующее Да Только Не Александр И Не Ты Кто Ничто Ответил Почему Плотское Сравнивается Как Говорится Что Это Несуществующее Место Писания Кстати Есть И Больше Даже То Ибо Если Хвалится Духовным Есть Признак Неразумия Кто Как Думает Братья Поучаствуйте В занятии Сестры Ну Потому Что Если Чем Хвалиться То Только Господом И Благодать Которую Он Тает Не Плотским Не Духовным Не Не Брат Вопрос Почему Плотское Названо Несуществующим У тебя Есть Ты Достиг Положения В обществе Ты Имеешь Дворец Водителя Там Кучера Не знаю Как Хочешь Назови Любую Эпоху Потому Что Это Ничто Если Ты Весь Мир Приобрел А Душе Повредил То Какая Польза От Эта Ну Близко Горячо А Кто Еще Что Скажет Еще Братья Ну Про Брат В принципе Да Правильно Сказал Надо Надо Только Прям Добавить Сгорит Земля И Все Дела На ней Сгорит Все Дела И Земля Поэтому Как Ты можешь Хвалиться Тем Что Сгорит И Ничего Не Останется Там Ни Ржа На Небесах Ни Тля Ничего Ни Воры Не Подкапывают Не Крадут А Ты Во Временную Сюда Хромину Собираешь Как Ты Можешь Этим Хвалиться Все Сгорит Это Все В ноль Превратится А Ты Хвалишься Сегодня Ты Хвалишься Завтра Уже Ничего Нет От Этого Никто Не Отвечает Просто Я Сам Ответ Дополнение Братья Вопросы Мы Остановились С вами На 20 Стихе 11 Главы Второе Послание Апостола Павла Коринфянам Будем Молиться Заканчивать Занятия Слава Господу Иисусу Христу Брат Пропой Пожалуйста Николай Кузьмин Брат Помолишься Поблагодаришь Бога Николай Николай Граждан Бесква Твое Христе Боже Наш Вось Я Миров И Свет Разума Внем Бо Звездами Служащие Звездою Чакуся Тебе Кланяйте Солнцу Правды И Тебе Ведетесь С высоты Востока Господи Слава Тебе Слава Тебе Боже Слава Тебе Ты открыл нам Истину Ты Глаголишь Слова Свои Вечные И Вразумляешь Нас Господи Благодарим Что Ты Позволяешь Нам Собираться Уновь Вместе С братьями Понимать И разбирать Слово Твое Святое Столкование Святых Отцов И Наставника Нашего Игнатия Тихоныча Помоги Нам Господи Уразуметь Понимать И Высказать Свою Мысль Так Чтобы Было Понятно Не Только Себе Но И Другим Чтобы Это Было Слово О Тебе О Господе Наш Иисусе Христе Сыне Божий Слава Отцу И Сыну И Святому Духу И Ныне И Всегда И Во Веки Веков Аминь Аминь Спаси Христос Братья Благодарю Благослови Аминь Аминь Спаси Христос Аминь Спаси Христос Аминь Спаси Христос Благодарю за занятие аминь спаси христос брат николай ты понял в итоге чего ольга ты имел ввиду а то она не поняла что ты не понял и и ты не понял сначала все вышел уже ладно сестры тоже по надо понимать бывает брат просто не расслышал он подумал что предстал перед тобой апостол в смысле что явился тебе а ты он тебя и допытывает что он там изрек ты когда явился